Утренняя зарядка – один из лучших способов продуктивного начала дня. Все желающие в субботу смогли убедиться в этом. На стадион пришли не только спортсмены, но и обычные горожане, кому не безразлично их здоровье. Последние четыре года вообще нет. У меня было не до этого. Я только начала, примерно в начале этого месяца дома. А поделитесь своим впечатлением, мнением, что вы думаете насчет таких мероприятий? Я думаю, это вообще классно. Классно для молодежи. Я участвовала в соревнованиях по пауэрлифтингу. Занимала хорошие места. У меня был очень хороший тренер, когда я училась за саянами. Я училась в Улан-Удле. Зарядка состояла из нескольких частей, где под зажигательную музыку участники могли заняться легкой растяжкой, силовыми тренировками, а также танцами. Тренировку проводила профессиональный фитнес-тренер спортзала Ерыгина Мингисая, которая рассказала, что данный комплекс упражнений может выполнять человек с любым уровнем подготовки. На самом деле в наше время очень надо популяризировать, сделать очень модным на самом деле, чтобы собиралось еще больше народа. То есть это было очень актуально. Вообще это моя первая открытое почти массовое мероприятие, тренировка. И мне безумно понравилось, что таки столько красивых девушек собралось. И мне было очень классно. Я бы продолжила. Это не первая и не последняя тренировочка. Узнать более подробно о мероприятиях можно на сайте Сила России, где есть возможность зарегистрироваться на любое мероприятие. Некоторые из них имеют ограниченное количество участников, поэтому необходимо вовремя пройти регистрацию. Всероссийский марафон Сила России проводится, как я уже сказала, по всей России, во всех регионах. В нашем регионе, в нашей республике всего зарегистрировано на сайте Сила России 30 площадок. Из них 15 находятся в Кызыле, 15 в районах. Поэтому мы призываем всех жителей присоединяться к данному марафону, к данной акции и вести активный образ жизни, здоровый образ жизни. Это все бесплатно. Все именитые спортсмены и тренеры республики проводят, присоединяются к данному марафону. Ближайшим мероприятием, которое пройдет в середине июля, будет день шахмат. После него в конце июля будет проводиться неделя инклюзивного спорта. Более подробную информацию вы сможете узнать на сайте.